Я решила, что для разнообразия можно вспомнить о неокантиансах, а именно об Эрнсте Кассирере, наиболее ярком, может быть, представителе Марбургской школы. Который, несмотря на несомненное влияние Канта, конечно, построил свою собственную философию, особенно философию культуры, ну и то, что называется по-немецки Erkenntnistheorie, то есть теорию познания, которая основана на символических формах. И здесь его радикальное, конечно же, отличие от упомянутого уже Канта, его собственное лицо, как раз-таки в этих самых символических формах, на мой взгляд, и выражено. Значит, годы его жизни 1874-1945, а я опять забыла с вами поздороваться. Здравствуйте, здравствуйте, извините, я тут немножко тороплюсь. Значит, Марбургская школа, это вот уже упомянутый Эрнст Кассирер, кроме того, Герман Коген, который, безусловно, повлиял на Кассирера. Ну и вообще неокантиянство, конечно же, очень влиятельное. Такое течение философское конца 19 века, помимо Марбургской уже упомянутой школы, была еще Фрайбургская школа, которая занималась в большей степени разделением как раз-таки естественных наук от гуманитарных наук. Вот к ней принадлежит, например, Генрих Рикерт, который был рассмотрен на моем канале в большей степени, пожалуй, об его отношении к человеку, то есть об антропологии. Поскольку его философия символических форм, которая является большим четырехтомным трудом, конечно же, никак, во-первых, не поместится в такое маленькое 20-минутное видео, или сколько там у меня получится наговорить. Она требует, конечно, детальной проработки, да и, честно говоря, опыт о человеке, о котором я сегодня буду в основном говорить, он также вряд ли может уложиться в одно видео, поскольку надо бы заметить, что Эрнст Кассирер вообще-то был не просто великолепным философом самостоятельным, но, кроме того, он был историком философии, то есть его исторические труды, посвященные рассмотрениям разных его предшественников, в частности, вот Декарт, Лейбниц, Кант, конечно же, большие, у него есть исследования на тему феноменологии и на тему Гегеля, и все это, между прочим, по сей день не остается актуальным к этим трудам и возвращаются, и в связи с этим надо сказать, что когда вы беретесь читать тот же опыт о человеке, или его философию символических форм, или вообще любой его текст, вы попадаете в очень насыщенное такое культурное поле и философское поле, то есть там огромное количество имен, огромное количество отсылок к самым разным философским школам и направлениям, если он говорит об искусстве, это, соответственно, большое, очень поле, связанное как раз-таки с сознанием искусства, если это посвящено, например, религии и мифологии, то там огромное количество разных исследований, в том числе по антропологии, в том числе по и естественным наукам, кстати говоря, то есть Эрнст Кассирер предполагает очень серьезную начитанность и эрудированность своего читателя, непосредственного, к которому он обращается, поэтому, конечно, претендовать на полноту охвата его текста в данном случае никак невозможно, это требует очень серьезного погружения, но все-таки основные какие-то вещи я скажу, скажем, тезисно пройдусь, и вот в чем же, собственно, Кермцайхен, извините, меня тянет в немецкий язык, в общем, это такой вот смыслообразующий принцип, зерно смысла в философии Кассирера, это как раз-таки символические формы, которые являются способом познания этого мира, и вот в этом как раз-таки он отделяет себя от Канта, потому что время и пространство, которые, сутью Канта, способ, ну, как бы априорной чувственной формы созерцания, да, у Кассирера как раз-таки превращаются в символические формы, при том, что символ у него, это не есть нечто статичное при всем своем универсализме, символ всегда подвижен, потому что он как раз-таки обуславливает индивидуальное восприятие каждого человека и создает его собственный мир. Да, значит, получается, вот я процептирую то, что миф внутренне и необходимо связан с общей задачей феноменологии косвенно следует из собственной гегелевской формулировки и определения этого понятия, то есть миф является некоторым таким вот, такой оптикой, и, между прочим, для него миф связан и с религией, безусловно, и с языком, и вообще со знаковыми системами как таковыми, с искусством также. Получается, что вот этот самый тезис Гуссерля, назад к вещам, к созерцанию вещей в чистом виде, по Кассиреру сомнителен, потому что все равно есть эта самая символическая система, которая вот как оптическая система приспособлена каждому человеку и каждый человек через эту призму символов видит мир, и воспринимаем мы все в определенных знаковых системах. Вот в своем опыте о человеке Кассирер постулирует некоторый кризис антропологии, кризис вообще знания о человеке, потому что огромное количество самых разных вариантов со всех, так сказать, философских систем им собрано, начиная от Платона и Аристотеля, которые, как известно, по-разному, конечно, смотрят на человека и по-разному смотрят на этот самый чувственный опыт. При этом он замечает, что для Платона все-таки вот это вот самое вопрошание и диалог из человеческого существования является очень значительным и, возможно, ведь это именно через язык. Кстати говоря, он там также вспоминает столь любимый нами диалог Платона Федор и замечает, что, да, Сократ там говорит о том, что он ничему не может научиться у деревьев, ничему не может научиться у прекрасных пейзажей, и ему нужны люди. То есть получается, что мы должны, да, стремиться к знанию, но при этом мы не можем быть вот этой самой все-таки абсолютно самозамкнутой системой. То есть эта самая самозамкнутая система все равно общается через язык, и язык является вот таким вот, ну, знак, символ, является своеобразным таким посредником. И, к примеру, Аристотель, который в дальнейшем говорит, что, да, человек стремится к знанию, и это есть человеческая, как бы, отличительная черта, реализует через это именно свою человеческую природу. Кассирер там, как бы, прохаживается по всей, как я уже сказала, ну, тезисно, тезисно упоминает практически все основные ключевые фигуры, которые рассуждают на тему человека, и, ну, то есть от некоторого такого антропоцентризма происходит поворот к более высокому, что ли, или к более широкому охвату нашего зрения и нашего мировоззрения. К примеру, он вот вспоминает Монтэня, извините, его апологию Раймунда Сабунского. Там ведь устами этого самого Раймунда Сабунского Монтэнь спрашивает, а почему, собственно говоря, человек решил, что он есть венец, что он вот такое вот божественное создание, ради которого, собственно, вот этот мир, и созданный вокруг которого он вращается, то есть все это движение небосвода, морские волны там, и все эти создания, что все это сотворено исключительно для человека, во славу ему и в его услужении. И здесь большой, конечно же, вопрос. И в дальнейшем ведь вот это вот сомнение, оно вообще, этот зародыш развивается, Декарт вообще постулирует тотальное сомнение. Спиноза говорит о некотором математическом разуме, который сводится, в общем, к некоторому единству всего мироздания через эту самую субстанцию. Дидро выражает сомнения в идеалах просвещения, между прочим. И дальше мы видим, что на самом-то деле все вот эти вот рассуждения, которые в конечном итоге приводят уже к физикализму отчасти, ну то есть к натурализму, например, Ипполита Тена, его философия искусства, например, и его история английской литературы, ведь постулируют развитие этих самых гуманитарных наук в духе естественных наук, то есть вот он говорит о том, что здесь, как и везде, перед нами лишь проблема механизма, механики, то есть общий эффект есть результат, целиком зависящий от силы и направления производящих причин. Здесь как раз вот, на мой взгляд, мы можем видеть Кантовскую такую, что ли, подушку, которая присутствует в этом рассуждении самого кассирера, который полемизирует с позитивизмом как таковым, таким вот самым голым, что ли, позитивизмом, когда все знание, что ли, постулируется исключительно основанным на эмпирических фактах, и он спрашивает, но как мы можем удовлетвориться лишь исчислением вот этих вот эмпирических импульсов, если мы все равно их классифицируем? Если вы помните, у Канта есть вот это вот самое как раз синтетическое единство оперцепции, которое обусловлено нашими врожденными априорными функциями рассудка, как-то категориями, и, собственно говоря, вот эти вот синтетические априорные суждения есть главная отличительная черта все-таки человеческого существования, его знания, возможности его знания, которые все равно выходят за пределы опыта. Это обязательно так, но, тем не менее, они могут быть и должны быть достоверны, если это действительно знания. Так вот, ведь мы же собираем, говорит кассирер, все это знание в некоторое единство, мы его классифицируем, и у нас есть разные науки. И вот здесь, с точки зрения кассирера, как раз-таки ключом к пониманию человеческой природы являются символ и символические системы. И он замечает о том, что у каждого философа все равно, несмотря на то, что он имеет дело с миром, который вот есть такой, какой он есть, он есть вроде бы для всех, да, есть какие-то общие законы, но, тем не менее, каждый философ все равно организует и пишет эту самую картину мира как-то по-своему. То есть он создает некоторый тот же самый кернцайхен, то есть зерно, ядро своей философии, которое является генерализующим принципом. Так, например, у Ницше это воля к власти, у Фрейда это либидо, сексуальный инстинкт, у Маркса это экономика, экономический инстинкт, ну и так далее. А Кант очень любил все чистое, вот у него все чистое, априори чистое, чистый разум, чистый рассудок. Вот. В общем, короче говоря, получается, что каждый философ все равно рисует свою картину через какой-то свой принцип. И у самого Кассирера, на мой взгляд, это как раз-таки символ и знаковые системы, которые для него так важны и сквозь призму которых человек и смотрит на весь мир. И вот он там вспоминает Макса Шеллера, который говорит о разных видах антропологий, там теологическое, философское, научное, и каждая из них существует отдельно. Даже вроде бы в единой науке о человеке, все равно мы встречаемся с разными взглядами и разными точками зрения. Кстати говоря, важно, на мой взгляд, еще то, что подобная картина, она есть абсолютно во всех видах искусств. Даже близкие по местоположению и времени художники, например, Шуберт и Шуман, я все о композиторах, они все равно писали совершенно по-разному, у них есть свой собственный стиль. И это как раз-таки вопрос той самой индивидуальности, которая, в общем-то, замкнута. И вот дальше в главе под названием символ, как раз-таки Кассирер раскрывает эту тему. Он говорит, вспоминает о таком Иоганнесе фон Икскюле. Этот самый Икскюль написал труды о биологии, он вообще был биолог, и вот у него есть знаменитое его рассуждение о клеще, которое все покоя не давало ни одному философу, по-моему, по-следующему. И Белес писал об этих клещах, и Агамбен писал о клеще. То есть он там сравнивает точку зрения клеща, у которого даже и зрения как такового нет, у него есть обоняние, насколько я помню. И человека, который приходит и наслаждается прекрасным весенним днем, и вот этот клещ, который у него вообще совершенно другая картина мира. Равным образом. Кстати говоря, в мире мух существуют только какие-то мушиные вещи, в мире ежей ежиные. Ну, словом, вот это вот самое взгляд летучей мыши, например, тоже тема, которая очень имеет серьезную такую научную подоплеку, и кроме того развития и в наше время, потому что вопрос этой самой субъективности, конечно, он связан и не только с человеческой субъективностью, но и вообще со всем животным миром. И, между прочим, здесь есть некоторая, все-таки, на мой взгляд, отсылкой к лейбницу, к его монодологии, потому что получается, что каждый организм, каждая клетка, каждый... Ну, не клетка, да, именно вот эта вот самая монада, которая живет в каком-то своем мире и имеет на самом-то деле свое собственное, да, мировоззрение, свою собственную картину мира. Но при этом у человека, помимо функций и реакций, которые свойственны всем живым существам, у него есть как раз-таки вот еще эта самая система символов. И это значительное отличие человека от всех остальных живых существ. Это чрезвычайно важно. Конечно, по поводу пространства и времени, как неокантианец Кассирер должен был что-то сказать, но для него на самом деле все-таки и пространство, и время есть некоторая символическая форма, потому что он говорит о том, что греки, например, открыли абстрактное пространство, это вот самая демокритово пустота, то есть мы абстрагируемся, и, кстати, там он в дальнейшем еще вспомнит Ньютона, который говорил об истинном математическом пространстве, и который абсолютно независимо от чувственных восприятий. Здесь как раз-таки опять можно вспомнить Канта, который, но все равно для него пространство, это чувственная форма созерцания, но тем не менее в чистом виде она априори в нас заложена, потому что даже если мы абстрагируемся от всех наших чувственных впечатлений, все равно это самое пространство, как внешняя форма и время, как внутренняя форма созерцания, остаются, мы никуда от них не можем деться. Так вот, для кассирера все-таки это самое пространство все равно обусловлено некоторыми, и время, конечно, тоже обусловлено некоторыми знаковыми системами. Он там говорит о том, что, например, примитивный ум, туземец, первобытный человек, он не способен воспринять схему пространства, то есть он не может это схватить в своем уме, но тем не менее он как-то взаимодействует с этим пространством при помощи мифологических форм, он там знает про течение реки, он знает про бога этого реки, например, у него обязательно есть какая-то мифологема, связанная с этим пространством. При этом, да, пространство обусловлено какими-то вот этими самыми символическими, значит, нашими знаковыми системами. Время это еще более сложная организация с точки зрения кассирера, потому что мы не можем зафиксировать какой-то момент, то есть организм ведь, любой организм, он не статичен, он развивается, и вот этот момент включает в себя цепь предыдущих и возможность последующих моментов, там он, конечно же, вспоминает Августина, если речь идет о времени, то Августин тут неизбежно возникает со своей 11 книгой «Исповеди». Память, как некоторая биологическая форма организации, форма организации материи, это очень интересная теория, которая принадлежит некоему Карлу Эвальду Герингу, еще в 19 веке он был медиком вообще-то, и вот он создал такую теорию, которая, между прочим, повлияла, на мой взгляд, на искусство. Суть ее в том, что все материальное обладает некоторыми такими задатками памяти, то есть в любом случае ничто не проходит бесследно, если так упрощенно говорить. И дальше Уильям Джеймс, между прочим, будет в своей психологии развивать эту тему, говорить о том, что любая вещь, ну, например, тот же сюртук, будет носить, как бы, ну, вбирать в себя черты своего владельца. Это вот очень интересная такая, такой феномен, который, ну, если вы вспомните «Мертвые души Гоголя», можно там просто найти миллион примеров, когда в доме Собакевича вся обстановка говорит о том, что я Собакевич. Вот как мы это понимаем, во-первых, и во-вторых, вообще, как такое возможно, что вещи действительно обладают какой-то своей собственной структурированной как будто бы памятью, то есть они каким-то образом вот вбирают в себя, что ли, эту энергию. Ну и, кстати говоря, возвращаясь к моим непосредственным реалиям, скрипка, между прочим, перенимает тон своего, не скажу владельца, но своего мастера, что ли, своего... Нет, мастер это скрипичный, в общем, исполнителя, исполнителя. Например, общеизвестный такой факт, что если какой-то выдающийся скрипач играл на какой-то скрипке долго, то вот она начинает звучать уже специфически его тоном, его тембром. Например, скрипка Исаака Стерна или Иегуди Минухина. Это вот факт. Ну, это вроде бы музыкальный инструмент, да, то есть тут несколько другой вообще порядок организации вещи. Но даже простые материальные вещи все-таки, на мой взгляд, в этом есть определенный смысл. Ладно, я надеюсь, что в общем и целом я так слегка очертила философскую систему Эрнста Кассирера. Может быть, я как-то продолжу о нем разговор, потому что я, по сути, мало еще коснулась мифа и религии языка и искусства. Я только начала говорить о человеке и о клеще. Да, клещ тут, конечно, очень пришелся, кстати. Сейчас лето наступает. Будьте осторожны, друзья мои. Я, как всегда, глупо заканчиваю. Видимо, зачем надо глупо заканчивать, все время тут умничать. В общем, всем вам здоровья, прекрасных летних дней, которые, я надеюсь, уже скоро наступят теплых. Всех блага, до новых встреч.